Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, всех поздравляю с воскресным днём. Ну и давайте немножко обратим внимание на апостольское чтение, которое будет читаться завтра, в воскресный день. Это отрывок из послания, из второго послания апостола Павла Коринфянам, из шестой главы. И апостол Павел пишет, какая совместимость храма Божия с идолами, ибо вы храм Бога Живаго, как сказал Бог. «Селюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их, и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я прийму вас. И буду вам отцем, и вы будете моими сынами и чарями, говорит Господь Сидержитель. И так, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божии». Вот апостол Павел говорит о том, чтобы мы не соприкасались с ничем нечистым. И приводит тут цитату из Ветхого Завета, где Господь говорит, «Селюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». И потому, это уже слова апостола Павла, «Потому выйдите из среды их, и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, я прийму вас». Тоже цитата из Ветхого Завета. И тут обетование Бога о том, что Он Сам будет жить в человеке. Но вот мы знаем, что как раз в Новом Завете это все исполнилось. А именно, пришествием Иисуса Христа, который, будучи Богом, стал во всем как человек, кроме греха. И Сам пожил в мире среди людей, Сам предав Себя всем искушениям, которые были, победив их в себе. Ну и пострадав за наши грехи, чтобы и нам, идя вслед за Христом, иметь ту чистоту, которая нас бы возвела к Богу. И вот приводит апостол Павел слова Священного Писания о том, что Господь об этом говорил. Это есть обетование, которое исполнилось и продолжает исполняться и по сей день. Поэтому это назидание и для всех нас. И вот то, что говорится, выйдите из среды их и отделитесь от всего нечистого. Но мы понимаем, что мы так совсем выйти из мира не можем. И мы знаем из жизни самих апостолов и многих святых, что они действительно жили в миру. Ну были те, кто и буквально удалялись из мира. Но при этом мы знаем, что страсти и мир все равно действовал в них. И они претерпевали сильную борьбу. То есть это все не уходило из сердца человека очень быстро, наоборот, только через пот и кровь, через труды. И поэтому так делать всем и не рекомендуется. И наше предание церковное говорит, что только после испытания человек может уж совсем удалиться из мира, чтобы правильно пройти этот путь борьбы с грехом. Ну а общий путь это жизнь среди людей, но при этом, как говорит апостол, возлюбленный имеет такие обетования, чистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. То есть весь наш труд христианский, он направлен на то, чтобы нам преодолеть вот это влияние мира, влияние греховное в своей душе. То есть в своей душе мы должны к Богу приобщиться. Вот этот путь, которым мы все идем, должны идти. Если мы им не идем, то мы не можем называть себя и христианами, потому что это цель христианской жизни, наше приближение, приобщение к Богу. И только так, таким трудом мы можем идти за Христом, то есть быть собственно христианами. Поэтому апостол Павел здесь призывает нас на этот труд, но при этом нас воодушевляет, указывая на те великие обетования Божии, что сам Господь селится в таком человеке и будет действовать в нем. А если мы имеем Бога, то мы имеем и все. Мы имеем все необходимое и для этой временной жизни, потому что Господь все устраивает в жизни человека к нему, таким образом стремящегося. Ну а главное, мы имеем наследие жизни с Богом в жизни вечной. Если мы в этой жизни уже с Богом не будем в общении, если мы не приобщимся к благодати Божией, то есть действию Божьей в человеке, чтобы у нас Господь свое действие проявил, и мы имеем возможность или принять, или противиться этому. Но вот наше дело – суметь принять то, что Господь нам дает, и жить по заповедям Божьим, которые есть как раз в исполнении, как некое внешнее отображение того, что у нас действует Господь. Когда мы молимся, когда каемся, трудимся, в нас что-то меняется. Но вот меняться может по-разному. Мы знаем, что может и не очень правильно в человеке все происходить. Но для нас заповеди Божьи – это как раз есть и ориентир того, что в нас действует именно Господь, что именно к Богу мы приобщаемся в молитве, когда ощущаем прикосновение Божие, и что-то в нас меняется. Мы всегда должны ориентироваться на заповеди Божьи, которые для нас являются путеводителем и утверждением, что мы правильно все совершаем. Но этот путь, он нелегкий, трудный, скорбный для нас. Через скорби мы должны пройти. Но вот опять же, возвращаясь, Господь дает великие обетования тем, кто этим путем будет идти и до конца с этого пути не сойдет. Поэтому будем стараться, трудиться, имея вот такие обетования, как говорит апостол Павел, будем очищать себя от всякой скверной плоти и Духа, приобщаясь к Богу и таким образом совершая наш путь в Царство Божие, в жизнь вечную. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok